Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить вместе с вами один из рецептов классических щей с квашеной капустой. Итак, что нам для этого потребуется? Квашеная капуста, говяжья грудинка, лук, морковь, петрушка, томатная паста, соль и перец. Итак, приступим к приготовлению. Итак, наливаем в казан или чугунок холодной воды, опускаем туда пару лавровых листов и нашу говяжью грудинку. И варим хороший наваристый бульон. Для начала мы разожгем огонь максимум, чтобы она кипела, снимаем пенку, когда закипит вода. И потом уменьшаем огонь до такой степени, чтобы мясо просто томилось. Томиться бульон будет часа полтора-два, не меньше. Также мы берем всю имеющуюся у нас петрушку. Желательно ее должно быть побольше. Сладываем вот так вот пополам, вот такую капну. И самыми-самыми обычными нитками перевязываем. Закрепляем узелком, чтобы они не развалились, наши эти ветки петрушки в армиоварке. Ну и ждем пока начнет кипеть, чтобы поснимать пену. Только после этого мы заложим петрушку тоже в бульон. Если есть корень петрушки, вообще замечательно. За ней меняем корня петрушки. Отлично. Вот такой букетик тоже мы можем отпустить для бульона. Далее мы установим друшлаг на раковину и откинем на друшлаг всю имеющуюся у нас капусту, из которой рассчитано приготовить. Рецепт квашеной капусты вы также найдете у меня на канале. Ссылка на него появлялась в самом начале ролика. И сейчас, в данный момент, тоже горит на экране. Если капуста у вас сильно кислая, промываем ее водой. Если нет, то просто оставляем стечь. Далее натираем на крупной терке морковь. Морковь подготовлена. Подготавливаем узел. Просто режем его на полукольца. Желательно тонкие. Все, наше приготовление практически закончено. Бульон закипает. И начинает отделяться обильно пена. Мы ее, конечно же, снимаем. Уменьшаем огонь. Опускаем нашу петрушку, наш букет петрушки. Накрываем крышкой. И ставим маленький-маленький огонь. Единственное, надо контролировать, конечно, чтобы все время кипело, не перестало. Поэтому сейчас какой-то период надо открыть. Глянуть, если кипение есть, то огонь оставить такой. Если нет, то чуть-чуть увеличить. И оставляем вот таким образом кипеть наш бульон на маленьком огне часа полтора-два, как я уже говорил. Далее ставим на огонь большую сковороду. В идеале, конечно, на нее сейчас надо кинуть смалец. Но у меня смальца нету. Я буду готовить на растительном масле. Наливаем растительное масло. И ждем, пока разогреется наша сковорода. В раскалившуюся сковородку высыпаем лук и морковь. И делаем практически такую же пережарку, как мы делаем на борщи и супы. Слегка, как бы, недоготовлено. Пщи часто кладут грибы. Ну, в основном это белый гриб. Используется сушеный, который закладывается в бульон. Также и свежий. Если используете свежие грибы, надо нарезать тонко-тонко полосочками. И ее тоже сейчас закидывать на сковороду. Немножко овощи пассеровались, стали мягче, приблизивали золотистый цвет. И мы выкладываем сюда нашу квашеную капусту. И пытаемся все это вместе перемешать. Капуста сплелась между собой, находясь в банке. Поэтому надо ее вот таким образом, как бы, порасцеплять. Иначе мешать ее будет просто невозможно. Теперь уже можно начать помешиваться. Лавровые листы, находящиеся в капусте, нужно убрать. Чтобы они нам не мешались. Так как бульон мне все равно квалил лаврушку. Таким образом мы слегка, как бы сказать, обжариваем нашу капусту. Далее мы будем ее тушить. И наша капуста размякла, стала такая мягкая, податливая. И мы добавляем томатную пасту. Начинаем помешивать. Если ваша капуста сквасилась не сильно, и не дает такой характерной небольшой, замечу, кислинки, сильно кислая она не должна быть, можно добавить немножечко сока лимона в нее. Вот в этот момент. Потому что капуста квашеная, овщак, должна иметь свою кислинку, вот эту квашеную. Выливаем сюда немножечко воды. Сгребаем вот так со стенок капусту, чтобы не горело в центру. Ставим огонь на самый минимум. Накрываем крышкой. И тушим тоже приблизительно час. Только капусту нужно периодически проверять и помешивать. Если сильно выпарилась вода, нам надо добавлять еще воду, иначе капуста наша погорит. Прошло чуть больше полтора часов. Примерно час сорок. Варился наш бульон. Достаем из него мясо. И вот этот букетик тоже, его выкинуть надо. Капуста тушилась чуть больше часа. У меня примерно час пятнадцать. Так, теперь увеличиваем огонь. Добавляем в бульон перец. Соль. Бульон закипел. Выкладываем нашу тушеную квашеную капусту. Помешаем. И пусть кипит, не накрывая, чтобы испарялась лишняя жидкость. Далее нам надо будет, как остынет наше мясо, порезать и добавить его тоже сюда. Резать будем на порционные кусочки. Я предлагаю вам делать не слишком мелкие куски, чтобы они нормально ощущались в тарелочке. Примерно вот такие. Надо чуть убавить огонь, что я перестарался. Если вы хотите добавить картофель, ну вообще его, конечно, не добавляют, ну мало ли что. Сейчас можете добавить картофель. Традиционно в щи добавлялась либо репа, либо грибы. После того, как положим сюда наше мясо, оставим это все вместе томиться. Примерно вот на таком огне. Еще полчаса. Теперь накрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимума. Держим под крышкой домин буквально 15 минут. Выключаем, накладываем. Ну вот, наши щи из квашеной капусты готовы. Осталось только пару последних штрихов. Это, конечно же, сметана и зелень. Также в прикуску можно подать острый перец. С ним блюдо будет более ярким и более выраженным. Попробуйте приготовить такой вариант щей у себя дома. Не пожалеете. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Увидимся.